Что ты сделал? Они ничего не говорили о матери Ретрофлексия Люди смотрели что? Ретрофлексия Она вот здесь Люди смотрели на свои желудки Ничего Это нужно чувствовать глубоко в себе Вы должны почувствовать ретрофлексию зарождающуюся здесь Люди себя разглядывают Десять лет Нет Нет Как вы можете делать что-то если у вас нет чувства ретрофлексии? Спасибо Невероятно Невероятно Мы наблюдали, насмотрели И мы очень быстро обнаружили Что пока Фритц вначале задавал простые вопросы Что Когда человек Мама Или дает какую-то ссылку на мать Он видит вот такое Наблюдаете за мной? А мой папа жив А моя мама Ну она тоже жива И я надеюсь что у них все в порядке И тогда он задает следующий вопрос Когда вы последний раз намещали маму? Ну пару лет назад Что он замечает? Что он замечает? Он замечает маленькую, небольшую негативную калибровку Каждый раз, когда пациент ссылается на мать Он это не осознавал Понимаете? Он сам себе не говорил Ага, вот-вот-вот Он был кинестетом Он не думал словами Он не думал картинками Да, поэтому он всегда Переподтверждал свое первое наблюдение Как только он увидел первую негативную калибровку Видели? На видео мы разглядывали его постоянно И как только человек калибровал негативную Его тело реагировало Он задавал еще один вопрос Через два-три предложения о матери Если он получал повторную негативную калибровку Он ее отмечал Тивком Он продолжал говорить И начал рассматривать проблему Что он слышит? Мир против меня Никто меня не любит Все со мной что-то происходит Слышали предложение, да? Это называется обратной формой Естественная форма означает Человек, который создает предложение Является автором действия глагол Я люблю вас Я люблю вас Я иду в магазин Я рад Я автор действия глагол Если человек создает предложение Если человек создает предложение И часто является получателем действия глагол Это очень важное психологическое изменение Это очень важное психологическое изменение Это значит, что человек сделал себя жертв Every time you find somebody who's a victim of the things or the people around them, you're going to hear a lot of backward sentences. Fritz would hear three or four backward sentences. See that? He'd feel this. So what's he putting together? Calibration and backward sentences. So what does he say to the person with the calibration here and turn the sentences around? The world is against me. I am against love. Magic? Yes. Obvious? Yes. Lutical? Можно ли научиться? За 5 минут. Можете ли вы научиться отслеживать перевернутые обращенные предложения? Конечно. Можете ли вы наблюдать и подтверждать калибровку? Надеюсь. Волшебство? Нет. Навык? Мы увидели это и сказали, ага. Не, но так просто не может быть. Давайте попробуем. Можем ли мы добиться аналогичных результатов? Использую два критических момента, о которых я говорю. Да. Снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Это НЛП. Критические наблюдения и критические действия, которые подтверждают или влияют на данные наблюдения? Просто? Просто. Мы занялись именно этим. Джон и Ричард стали двумя ведущими руководителями команды. Все трое были очень интересными персонажами. Я стал чем-то вроде лейтенанта. Я находил всех, организовывал все, все подготовил, делал договоренности. И был их главной морской свинкой. Мы работали вместе над разработкой этого очень много времени. Ричард – это невероятный человек. Я ему очень много должен. Многим ему обязан. Мне повезло, я наблюдал, как Ричард работает с клиентами. Он лучший из тех, кого я люблю. Иногда люди жалуются на то, что Ричард периодически делает. Он не идеальный. Он не идеальный. Никто из нас не идеальный. Но я могу воззреть, что он один из лучших консультантов, которых я видел в жизни, которые работают один на один. И очень интересный человек. Кто уже не настолько молодой. Если у вас получится его увидеть или услышать, не пожалейте свое время. И то же самое я могу сказать про господину Гриндера. Я полностью убежден в том, что без Джона Гриндера НЛП бы не создалось. Или вам бы пришлось его дорабатывать позже. Про Джона я могу говорить и говорить хорошие вещи. Я могу назвать себя его другом, не повезет. Мы знаем друг друга уже много лет. И мне везет, я достаточно часто с ним общаюсь. И каждый раз, подъезжая на расстояние ближе 100 км, я начинаю от него чему-то учиться. Какие бы там ни были интриги, безумие, которое периодически происходило. Для меня это было неважно. Люди есть люди. Иногда замечательные люди или нет, не всегда они делают все правильно. Мы собрались тогда 12 человек для того, чтобы ответить на несколько разных вопросов. И я думаю, что начало было положено неплохое. Но мы передали всю остальную разработку вам. Чтобы вы продолжали это. Мы, люди, являемся существами, которые разрушают сами себя. Мы очень быстро убиваем себя на планете. И нужно научиться, как это не делать. И я считаю, что чем больше людей, у которых есть правильные убеждения, которые умеют наблюдать, чем больше людей, которые не терпят безумия в коммуникации, тем больше мы продержимся на этой планете. И поэтому я считаю, что то, чем вы занимаетесь, это очень важное дело. Помогать людям быть эффективными. Помогать людям находить смысл. Помогать людям чувствовать себя хорошо. И понимать, как добиваться успеха с другими людьми. Будет ли это на роли лидера или на роли группы семьи. Или просто с друзьями. Здоровые, чистые люди приводят к здоровому и чистому миру. И я считаю, что то, что мы изучаем, это одна из наук, которые помогают привести все к реальности. Я думаю про НЛТ точно так же, как я думаю про образование в целом. Чем больше мы знаем, тем больше понимаем, что ничего не знаем. Это называется свобода. И это интересно. Чем больше я узнаю про людей, тем больше я понимаю, что мне нужно знать больше. Люди являются наиболее невероятными и сложными существами из всех, кого я знаю. Это меня приводит к изумлению. Каждый из вас обладает вселенной, обладает целым миром в голове. И это личный мир. Никто не знает то, что происходит в вашем мире. Вне зависимости от того, насколько сильно я хочу вас понять, я никогда не смогу это сделать. Мне немножко это грустно, потому что я никогда не смогу узнать другого человека. Но если вам повезет, то периодически вы получаете приглашение в гости. Если вы в каких-то отношениях с ним, то человек может принять решение не фильтровать. Просто быть собой, как бы это не выглядело перед вами. Это приглашение в гости. Это здорово. Можно потанцевать. Потому что большинство примеров коммуникации это просто танец. Но периодически вы с кем-то договариваетесь, чтобы человек сделает все, что в его силах, чтобы пригласить вас в гости. Быть с вами как можно более честным в ответах на любые сложные и тяжелые вопросы, которые вы задаете. Понимаете? Это честь. Когда я работаю с клиентом или веду коучинг с лидером или учу кого-то быть эффективным в каких-то областях, я чувствую себя почетным гостем. Потому что человек дает мне возможность навестить его глубоко-глубоко, зайти в другой мир. Для меня это самая захватывающая вечная земля. Если когда-нибудь к нам прилетят пришельцы и будут искать добровольцев полететь в другой мир, я буду расталкивать всех локтями, включая женщин и глубоких младенцев, чтобы добраться первым. Потому что навестить другой мир это самое интересное, что только может быть. Как только вы понимаете, вам открывается замечательный факт. То перед нами сейчас целая вселенная разных миров. И мы туда будем заходить в гости. Это весело, это очень интересно. Иногда я работаю с клиентами. И мне очень сложно о ком-то думать плохо. Кажется, в конце концов, в своей жизни и в НЛП я дошел до такого момента, и в последнее время, но некоторое время назад, я убедился в том, что каждое человеческое существо действительно уникальное. У каждого человека есть навыки и таланты. Может быть, они отличаются от моих. Но у человека есть навыки, есть таланты. Есть сильные, как и слабые стороны. Это их сильные стороны. И моя задача состоит в том, чтобы научить человека ими пользоваться, если мы пришли к этому соглашению. может быть, еще один пример до переговора. У меня однажды была клиентка дама. Она написала про себя книгу. Это медицинская карточка. Все, что у нее не так. Я открываю первую страницу и обнаруживаю там замечательные слова. Это сдвиг личности, это галлюцинации по определенным поводам и так далее. Здорово. Очень люблю. Она сидит передо мной. Она уже 8-9 лет находится в доме для умалишенных. Ей помогают, вкалывают ей сильные действующие лекарства как можно чаще. Я поставил условие, если вы хотите, чтобы я с этой женщиной поработал, ничего и не калите, по крайней мере, неделю. Не знаю, сможем ли мы. В общем, она сидит, в конце концов, передо мной. У нее 5 личностей. На самом деле, это 5 друзей. Она их называет друзья. Которые к ней периодически заходят в гости. Но, когда они к ней заходят в гости, они ведут себя неподобающе. Они ее мучают. Один из них орет. Какой-то звук постоянно жужжит у нее в голове. Другой смотрит на нее пучком света. И когда свет проходит через ее голову, это очень-очень больно. Третий ее постоянно пытается до нее дотянуться. Когда он до нее дотягивается, то она чувствует жжение на себя. Вы знаете таких людей? Повсюду. Да, мои там. Она знает свои недостатки. Доктора ей сказали, что это нереальные личности. Поэтому она знает, что они не существуют. Я немножко знаю про ее друзей. Она мне говорит, и вдруг она делает вот так. Я смотрю и говорю, друзья пришли? А вы-то откуда знаете? Я говорю, ну, я их вижу. Ничего, они все равно нереальные. Я говорю, да. Я смотрю над ее плечом. И она смотрит, наблюдайте за мной. Она смотрит, готова? На меня смотрит и говорит, сколько их там? Сколько там? Пять. 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 Все, что вам нужно было сделать, просто пронаблюдать за них. Понимаете? Я говорю, пять. Вы их не можете видеть. Вы их не можете видеть. Я говорю, да. Ну, очень жаль. Она говорит, почему? Я говорю, потому что они в мыльном пузыре. Она говорит, что? Что? Вы что, пузырь не видите? Вы меня смотрят? Господи, да вы же правы. Позитивные галлюцинации. О чем я говорю? Кто из вас делал это? Позитивные галлюцинации. Кто из вас делал это? Позитивные галлюцинации. Делали? Что вы обнаруживаете, если вы ставите что-то перед стеной? Что происходит со стеной? Если вы делаете позитивное галлюцинирование, вы теряете фокус стеной на стене. Она становится размытой. И практически в идеальном круге. Так? Если вы это делали, вы это знаете. Я просто придал этому название мыльный пузырь. По очень простой причине. Может быть она заметила, а это может быть нет. Но если она делает позитивное галлюцинирование, то вы знаете, что фон размыт. Фон становится размытым. Я говорю, ну ужас какой, они в мыльном пузыре. Она говорит, ну да. Я говорю, что это? Она спрашивает меня, что это значит? Я рад, что вы задали этот вопрос. Вы что, не знаете? Что пузырь продолжает укрепляться. Пока они не исчезли. А мне кажется, что вы еще не получили от них то сообщение, которое должны были. Она говорит, что? Что значит? Какое сообщение? Я говорю, ну очень жаль. Они становятся сильнее? Они делают вам больнее и больнее? Ну и говорит, да. Я говорю, ну вы знаете, через какое-то время их просто не будет. И я боюсь, что вы не сможете от них научиться тому, чему должны были бы научиться. Она меня смотрит. Она об этом никогда не думала. Она никогда не думала в таком ключе. Она говорит, ну, ребят, понимаете, о чем я говорю? Я сказал ей то, что вы делаете в своих головах каждый день. У вас есть части. Иногда есть какие-то некомфортные вещи, которые вы вспоминаете или чувствуете. Что вы с этим с ними делаете? Вы стараете понять их, вынести какой-то смысл мышления, или сделать что-то с этой вещью. Что принесет вам пользу. Так? Она делает это лучше, чем вы. Она что, сумасшедшая? Или у вас просто не хватает навыков? Я не знаю, не уверен, знаю ли я вопрос на этот вопрос. И я не знаю, на самом деле, важен ли это ответ. Поэтому я ей говорю. Мне кажется, у вас не получится научиться всему, чему вы должны были бы научиться у них. Слышите, что это было? Научиться всему, чему вы должны научиться у них. Она не поняла. Осознанно она не поняла. Я увидел ее через неделю. Она сидит, и говорит. Узыве все, он ли, пять? Я говорю, да. Она говорит, да. Я не уверена, что они еще должны были мне сказать. Но они изменяются. Я не знаю, будет ли это так же быстро. Хватит ли вам времени, чтобы научиться у них до того, как они исчезнут? Ну, поговорили. Все постоянно. Через неделю она заходит. Так вот. Так вот. Их нет. И? Я получил всю информацию. Три недели. А ее кололи сильнодействующими лекарствами восемь лет. Это выли. Они думают, что она сумасшедшая. Я думаю, что она одарен. Я думаю, это называется талант. Она не знала, как пройти определенный этап. Но она делала в своей голове то же самое, что вы делаете в своей голове. Если вы сильны, если вы успешны. Поэтому мне нужно к ней присоединиться. И помочь ей пройти шаг. Она не знала, что ей нужно чему-то научиться. Она думала, что ее научили. Вы слышали, как будто? Один стреляет, мучаешься, сломает. Один стреляет, мучаешься, сломает. Третий на меня его. Простынь, премьер, 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 премьер. Что эта девушка узнала, когда она была маленькой? Она постоянно насиловала ее приемной адрес. Когда она была очень маленькой. И она нашла единственный способ с этим справиться, просто отключиться. И она смотрела на свет. И тогда она думала, что когда она была маленькой, что свет приносит боль. Свет приносит мне боль. И так она смогла пройти через это. И она ничего из этого не помнила. Сознательно. И что эти девушки делали? Мин. Ее части были все мужского пола. И когда они преобразовались, это было очень интересно. Это крик стал способом вынести ее боль. Свет, проходящий через ее голову, был предупреждением. Осторожно. Не попадай в эту ситуацию снова. Делай вот так, так, так. Она научилась наблюдать поведение. И когда она видела, что поведение подводит ее к чему-то, чего она не хотела, она понимала это сразу. Все это стало частью ее навыков в реальной жизни. Это невероятная вещь, которую люди делают для того, чтобы выжить. Творения, которые люди создают. Поэтому я посмотрел на женщину, как на талант, который просто застрял на определенном процессе. И помог ей завершить этот процесс. Понимаете? Наблюдайте, потому что все, что вам нужно, находится перед вами. Люди уже успешны. Верьте в это. Заверяйте им. Помогайте им. Это их мир. Не ваш мир. И нам обязательно важно помнить про это. Да? Понимаете? Да? Вы будете делать что-то в своей группе или перед всеми остальными группами. Либо вы завершаете сами, либо я вас не останусь. Периодически я буду смотреть на вашей группе и говорить. Дайте ему или не обратную связь. Дайте вашу помощь. И я хочу, чтобы вы сказали этому человеку, как можно ближе к поведению, поведенчески конкретно. Что вам понравилось, если что вам не понравилось. Вы знаете НЛП, и я не хочу, чтобы он говорил, ну ты так замечательно говори. Потому что от этого мне плохо. То, что вам понравилось, при конкретных действиях. И что-то, что человек сделал плохо. И также вы должны предложить способ улучшить это поведение. Когда человек вам дает свою обратную связь. Выслушайте. Открыто. И верьте в то, что вам говорит этот человек. Точка. Никаких извинений, никаких оправданий. Нет, но ты не понял, что я хотел донести. Ничего из этого. Если вы хотите посмотреть, как я выгляжу, когда я кем-то недоволен. Начните оправдываться. Когда человек заканчивается, я хочу, чтобы вы сказали два слова. На самом деле, по-русски одно слово. И поменяйте то, что человек попросил вас поменять. Если человек скажет, в следующий раз, сделайте стойку на голове. Определите, какой части головы вы будете обираться. Понимаете? Изменяйте то, что вам говорят. Это базовое соглашение, которое лежит в наиболее успешных группах изменений на Земле. Потому что мы должны понимать одно вид. Когда кто-то дает вам свою обратную связь, особенно критичную, критическую, это самый великий дар, который вы можете получить от этого человека. И ваше обязанность, как профессионального коммуникатора, высказать свою признательность и принять их полностью. Без обеспокоенности, так это или нет. Точно ли человек сказал или нет. Даже не беспокойтесь, поможет это вам или нет. Это неважно. Измените. Если фраза была высказана не точно, то она в конце концов отойдет. Поэтому ничего страшного. Понимаете? Если она была высказана точно, то она может изменить вашу жизнь. Положительно и сильно. Поэтому давайте перестанем разбираться, так это или не так. Давайте немножко подрастем уже. Любая обратная связь – это ценный дар. Берите его и верьте в него. Конечно, есть определенные границы. Человек вам скажет, ты птица, я думаю, что ты умеешь летать, прыгай с крыши. У вас есть право сказать, хорошо. Это точно нужно делать? И, наверное, человек скажет, нет. Если Фрэнк скажет прыгать, прыгай. Прыгай. Только прыгай. Конечно. Я пью рвей. Это соглашение о профессиональной обратной связи. Когда человек дает вам свою обратную связь, есть только один ответ. Понимаете? В этом мире можно быть уверенным только в одном, что вы являетесь самым худшим судьей обратной связи, которую дают вам. Потому что у нас пока еще никто не может убрать карту, которая стоит у вас перед глазами. И каждый раз, когда вы защищаетесь или находите оправдание, вы отскакиваете, отболиваете себя от своей собственной границы. Собственно, именно поэтому вам и дают обратную связь. Чтобы эти границы были разрушены. Я буду просить вас сделать многие вещи, которые будут заставлять вас чувствовать себя некомфортно. Хотите быть тренером? Вы будете делать вещи и чувствовать себя при этом некомфортно. Вы будете разрушать свои границы целый день, каждый день. Особенно здесь. Если вы стоите перед другими людьми и говорите, рискуйте, меняйтесь, растите, делайте. Но я не буду. Вы знаете тогда, чего это все стоит. Если вы не являетесь примером тому, чему вы учите, тогда вы просто еще один глупый. Просто еще один болтун, который стоит перед толпой, и зарабатывает деньги. Надеюсь, что мы немножко выросли с этого. Понимаете? Одна из причин, почему я считаю себя хорошим тренером в области НЛП, потому что я этим живу. Без НЛП, ребят, наверно, меня бы здесь не было. Не только здесь, говорящим с вами об НЛП, но здесь вообще. Я попрошу вас сделать в группах вот что. Я бы хотел провести вам небольшую демонстрацию. У нас есть большое количество информации в раздарке. Может быть, всей этой информацией мы будем не пользоваться. Но здесь есть все, чем мы можем воспользоваться. И также там есть вещи, которые вы можете пользоваться, даже если мы до них не дойдем. Потому что мы уделили больше времени на приезжаемые вещи. Но вы знаете вещи, которые будут важны для вашей работы. И, по крайней мере, у вас будет подсказка о том, что такие вещи существуют, и вы сможете поискать их в других местах. Никто не сказал, что быть великим тренером легко. Это не так. Когда вы разобьетесь на группы, я хочу, чтобы вы сделали лучшее. Я хочу, чтобы вы подготовили 5-минутную презентацию членам вашей группы. У вас будет порядка 10-ти минут на подготовку. Но я хочу, чтобы вы сказали своим коллегам, какое исследование или работу провели в области НЛП для того, чтобы ваша жизнь стала лучше. Ваша жизнь. Если НЛП ничего не сделала для вас лично, тогда, пожалуй, вы здесь тратите время. Потому что если вы собираетесь учить людей, как поменять их жизнь, и не поменяв свою, то, пожалуй, вам этим стоит заниматься не здесь. Я хочу, чтобы вы умели об этом говорить. Открыто, честно. Надеюсь, что это сумасшествие под названием НЛП поменяло что-то в вашей жизни. Я сделал вот это, получил такой опыт. И я буду это вам демонстрировать. Постараюсь побыстрее. Мне 62. Я родился, когда мне было уже 37 лет. Потому что, когда мне было 37 лет, я открыл глаза и обнаружил себя в постели с человеком, который мне нравится. С собой. У меня на это ушло 37 лет. Первый раз я открыл глаза и обнаружил, что в постели есть человек, которого я люблю. Я боролся за это осознание очень долго. Я родился в Небраску. В семье двух людей, которым, пожалуй, никогда не стоило бы заводить детей. Потому что эти люди делали все возможное, чтобы мое детство было невеселым. Очень часто я просыпался в кровати и мечтал о том, чтобы я никогда не родился. Я пытался все время понять, что со мной не так. Что я сделал такого, что я родился в их семье. Они много пили, они много дрались. И лежа в кровати, я слышал их вопли. И сам себе обещал, что если у меня будут дети, то я никогда с ними такое делать не буду. Я пошел в школу. Я пошел в католическую школу. Монахини меня спасли. Они немножко-немножко зародили во мне чувство самоуважения. Потом я пошел в государственную школу, в старшие классы. Мне было там не очень хорошо. Серьезно? Я еле-еле прошел через все выпуски. Пошел в колледж. Потратил три семестра и провалился. Мне сказали так, все, хватит, пошел. Ты тратишь наше время, мы тратим твое время. В 65-м году, если вы вылетали из школы в Америке, это было не самое лучшее время. Очень не разумно. Потому что ко мне пришел дядя Сэм и сказал, у нас для тебя есть работа. Одевай-ка ты защитную униформу и вперед в джунгли. Я сказал, не, не. Для этого я слишком много. В Америке, когда вам пришла повестка, у вас есть 30 дней для выбора родовольств. Вы можете что-то выбрать или идти в армию в сухопутные войска. Не, 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 я в пехоту не пойду. Я пойду во флот. На флоте я стал военным врачом. Потому что я допустил еще одну ошибку. Я хорошо сдал тесты на IQ в призывном лагере. И как только я прошел лагерь по призыву и медицинскую школу, они мне сказали, ты знаешь, корпусу морской пехоты нужны врачи. Вперед. И следующее, что я понял, что я и еще 20 человек бегут в джунглях. А я был врачом. И это было невесть. Поэтому у меня на руках умирали много ребят. Это тоже невесть. И я видел многие вещи, делал многие вещи, которые я не ожидал от человеческого существования. Я отправился на войну с одной целью – умереть. Потому что я знал, что я неудачник. И неудачники на войне погибают. Поэтому я отправился туда, чтобы погибнуть. Но я выжил. Следующее, что я понял, когда я вернулся домой, это я не планировал. Теперь что делать? Понятия не имею. До отправки на войну я сказал всем своим друзьям, что терпеть их не могу. Я не хочу, чтобы по мне хоть кто-то плакал, чтобы мне писал какие-то письма. Все, я туда отправляюсь, меня там убьют, и всем вам до свидания. Но я вернулся. Полностью разрушен. Психологически, эмоционально разрушен. Джунгли – это хороший разрушитель. Для меня, на самом деле, это было идеальным решением. Потому что до отправки на войну я представлял собой хаос. И большинство того сумасшествия, которое было у меня в голове, было там разрушено. Но после всего мне нужно было понять, что делать дальше. Я вернулся в школу. После войны в колледже мне было вообще-то интересно. Я там хорошо учился. Постоянно получал хорошие оценки. Смог перевестись в отличный университет. Калифорнийский университет в городе Санта-Крус. Куда, когда я туда попал, практически невозможно было попасть. Но из-за своих отметок по успеваемости и военного прошлого мне было чуть-чуть легче. Я туда попал. Это был шок. И мне там очень понравилось. Я там был 5-6-7 лет. Не хотел выпускаться. Но они мне в конце концов сказали, слушай, Пюсер, мы тебя уже здесь держим довольно долго. Ты поменял свою специальность уже 10 раз. Если мы тебе пару степеней присвоим, ты отсюда уберешься? Ладно. Но с помощью Джона мы начали создавать, строить других людей, творить других. Делали много ошибок. Некоторые из них были грубыми. Потеряли все. Я терял все, мне нужно было начинать снова и снова два раза, два или три. Я был отцом-одиночкой, когда моему сыну было три года. У меня было три лабрадора и трехлетний мальчик. И почти ничего, кроме этого. Если бы это был я один, то я бы, наверное, с этим покончил. Потому что после войны и смерти я не боялся совершенно. Но у меня был мальчик трех лет. И смотря на него, я понимал, что то, что я делаю с ним, это то же самое, что мои родители делали со мной. И кое-что внутри меня просто сломалось. Я встал с постели и начал становиться человеком. Единственное руководство к жизни, которые у меня были, это то, что лежит сейчас у вас на коленах. Я старался научиться, как этим жить, как думать эффективно, как коммуницировать эффективно, как быть кем-то, кто чего-то стоит. Когда моему мальчику исполнилось тринадцать, я первый раз почувствовал, что у него наконец-то появился достойный отец. Сейчас ему тридцать семь лет. И у нас мы очень хорошо в этом. Одна из самых вещей, которые я сделал в своей жизни, я отдал своему сыну отца, которому он может гордиться. И я не могу вам сказать, насколько важным это было для меня. И НОУБИ для меня сделали невероятные вещи. Не только оно привело меня к отличной карьере и замечательной жизни. Но у моего сына появился отец, который чего-то стоит. Мне также повезло помочь большому количеству людей. Некоторые из вас, возможно, знают, что я руковожу реабилитационными центромами для молодежи, больной наркомании и алкоголизма. Сейчас у нас пять центров. И я надеюсь, за ближайшие четыре-пять лет мы откроем еще полсотни центров. Три сейчас уже в Москве. Два в Одессе. Скоро открываем еще один в Риге. И вперед их только вперед. Поэтому, говоря про себя, я преподаю не предмет, я преподаю те вещи, которые находятся глубоко во мне. Я иногда замечаю, что я не идеален, но я стараюсь жить теми вещами, которые мы сегодня изучаем. И я надеюсь, что вы воспримете меня как пример, которому можно уделить какое-то время. Посмотрим. Когда я раздумывал над решением, умереть ли или стать отцом, которым мой сын может гордиться, я взглянул на Джона Гриндера, на Ришарда Бенбера и сказал, ну, давай-ка из вот этого человека что-то сделаем. Они его оба сказали. Начинаю. Поэтому вы можете себе представить, насколько эти два человека для меня важны. И НОП. Хорошо? Что бы я хотел, чтобы вы сделали в группах? Подумайте про себя. Что НОП сделало для вас? Какие изменения произошли? Что вы думаете по-другому? Как вы чувствуете себя по-другому? Что произошло с вами? Может, вам не нужно было восстанавливать себя после войны, или именно у вас были свои войны, свои опыты, свои вызовы. Расскажите об этом своим партнерам в группе. Быстро, если у вас получится. Пять минут. Это группа один. Три ряда. Это группа один. Когда я говорю, собирайтесь вместе, выбирайте человека, который следит за временем, и лидера группы, представителя группы. Потому что в будущем я могу вам сказать, лидеры групп, соберитесь здесь. И руководителям групп будут даваться указания или направления. Периодические лидера группы можно менять, если вы хотите. Это зависит от вас. В ваших группах, ребята, вы профессиональные коммуникаторы. Не надо. Никакой ученщик группы. Это вторая группа. Помните, да? Запомнился. Вы guys. And... 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 And these two rows. These here. Boom, boom. Okay? You understand? Понятно? Okay, group three. Это здесь. One, two, three. With this row. And this row. Remember, я, я, я. Group four. Remember, group four. Запомнился. And group five. Еще раз. «Полистакания — это как правильный вопрос, Продолжение следует... Продолжение следует...